В ночь на 25 января 1961 года в одной из камер внутренней тюрьмы Комитета госбезопасности на Лубянке открылась дверь. Заключённый номер 17-425 увидел на пороге председателя КГБ Александра Шелепина, с которым он несколько раз встречался на допросах. Шелепин сказал, обращаясь к заключённому, «Завтра у тебя будет напряжённый день». Он сказал мне это в 4 утра, и я спросил его, «Напряжённый в хорошем смысле этого слова или в плохом?» Шелепин не ответил. Заключённый номер 17-425 — это американский лётчик Брюс Фримен Олмстед. Семь месяцев назад его самолёт-разведчик РБ-47 был сбит над Баренцевым морем. Из шести членов экипажа выжили двое — штурман Джон МакКоун и второй пилот Брюс Олмстед. Через несколько минут пришёл парикмахер. Подстриг меня, побрил меня. Затем мне выдали одежду, которая была больше на несколько размеров. Я сказал, эта одежда мне велика. А мне ответили, ничего, выдано вырост. В это время Шелепин уже заходил в камеру Джона МакКоуна, который фигурировал в деле как заключённый номер 17-418. Диалог почти полностью повторился. Заканчивалась семимесячная одиссея двух американцев в Советском Союзе. Утром им официально объявят об освобождении. В знак доброй воли и желания дать старт к нормализации отношений с США. Но холодная война, жертвами которой стали американские лётчики, продлится ещё долго. И как любая война будет забирать жизни и ломать судьбы. И с той, и с другой стороны. В пятницу 1 июля 1960 года с самого утра на базе королевских ВВС Брис Нортон царило оживление. Один из американских самолётов-разведчиков РБ-47 готовили к дальнему полёту вдоль северных границ СССР. Такие полёты совершались регулярно. Маршрут был отработан. Накануне самолёт перелетел в Англию из Соединённых Штатов с авиабазы «Форбс» в Канзасе. Далее, взлетев из Брис Нортона, он должен отправиться через Северное море вдоль границ Норвегии, обогнуть Кольский полуостров и приблизиться к советской границе в районе мыса Святой Нос. Впоследствии наши лётчики будут летать в Атлантику на перехват американских авианосцев по тому же маршруту, только в обратную сторону. Они назовут этот маршрут «полёт за угол», потому что возле мыса Норткин, северной оконечности Европы, самолёты резко поворачивали практически на 90 градусов. В этом названии отражается рискованность подобных операций, ведь поворачивая за угол, никогда не знаешь, что тебя там ждёт. Это был разведывательный полёт, и цель нашего задания была такая же, как и у советских подводных лодок и самолётов, летавших у побережья США. Мы пытались узнать, как у вас обстояли дела с обороной. Полёту РБ-47 придавалось большое значение. Это была первая подобная операция после полёта Гарри Пауэрса, который состоялся ровно за два месяца до этого, 1 мая 1960 года. Как известно, тот полёт закончился для американцев плачевно. Самолёт-разведчик У-2 был сбит советской ракетой над Уралом, а сам Гарри Пауэрс попал в плен. Наш полёт был следующим после Пауэрса, и наш командир сказал, «Будьте осторожны, сегодня вас попытаются сбить». За год до этого, в 1959-м, Хрущёв совершил поездку по Соединённым Штатам. Это был первый в истории официальный визит советского лидера в США. Хрущёва принимали хорошо. С американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром Никита Сергеевич хотел наладить дружеские взаимоотношения. Он пригласил Эйзенхауэра с ответным визитом в СССР. Но полёт Пауэрса нарушил эти планы. Он ведь тогда, в 1959 году, выучил, наверное, первые два слова по-английски. Когда спросил меня, как будет по-английски «мой друг». Я ему сказал «my friend». Ну и он, естественно, с русским акцентом, обратился к Эйзенхауэру и сказал «my friend». И вдруг такое. Хрущёв оценил это как какой-то плевок ему в лицо. Он был лично оскорблён. И тогда вот я услышал от него фразу «Тоже мне, my friend, нашёлся». «Виткеля, ты взявся». «И нафига». Он сказал «нифига». Другое слово. «Ты мне дався». Видимо, Эйзенхауэр не до конца верил в дружбу Хрущёва. Поэтому и продолжал посылать к нашим границам самолёты-разведчики, напичканные всевозможной фото- и радиоаппаратурой. Накануне полёта РБ-47 тщательным образом охраняется. Его экипаж состоит из шести человек. Двух пилотов, штурмана, а также трёх офицеров радиоразведки, которые располагались в специальном закрытом отсеке с секретным оборудованием. Доступ в отсек имели только эти три офицера. Их работу контролировала ЦРУ. При аварийной ситуации первый и второй пилоты катапультировались вверх, а штурман, чья кабина расположена в нижней части, должен был катапультироваться вниз. В авиации Соединённых Штатов часто давали оригинальные названия разным подразделениям. Пилотов РБ-47 называли «хорьками». Офицеры радиоразведки были известны как «вороны». Для них тоже предусматривались катапульты. Проблема заключалась в том, что при покидании самолёта катапульта должна была пробить металлическую обшивку фюзеляжа. И далеко не все испытания с манекенами оказывались удачными. Но ради достижения своих целей Соединённые Штаты были готовы рисковать жизнями лётчиков. Холодная война требовала жертв. И получала их. В 10.00 по Гринвичу капитан Уиллард Паум поднимает РБ-47 с авиабазы Бриз Нортон и берёт курс на север. В кресле за его спиной второй пилот – лейтенант Брюс Олмстед. В носовой части штурман – лейтенант Джон МакКоун. А в специальном отсеке – «вороны» – капитан Юджин Поза и лейтенанты Дин Филлипс и Оскар Гоуфорд. О том, какая задача ставилась «вороном», лётчики не знали. Она была секретной. Такие полёты возле наших северных границ действительно происходили часто. Ещё в 1954 году один из этих случаев закончился настоящим воздушным боем. Три РБ-47-х вторглись на нашу территорию со стороны Баренцева моря в районе Северодвинска. Наши истребители их тогда перехватили. Один из них атаковали, повредили. Но всё же он успел в Финляндию уйти и потом вернулся на свою базу. После этого у нас состоялись крупные совещания, так сказать, в руководстве страны. И вся ответственность за оборону воздушных границ была возложена на войска по его стране. Именно после того случая в США и появился проект высотного самолёта-разведчика У-2, который не могли достать советские истребители. К 1960 году счёт нарушений советского воздушного пространства идёт уже на сотни. Пик этой разведывательной деятельности пришёлся на полёт Пауэрса, который так привёл в ярость Хрущёва. Буквально через две недели после истории с Пауэрсом, 16 мая 1960-го, в Париже открылся саммит лидеров четырёх стран, бывших союзников во Второй мировой войне. СССР, США, Англии и Франции. Хрущёв ехал в Париж с явным намерением сорвать саммит. Так и произошло. Хрущёв в обычной для себя резкой форме потребовал извинений. Эйзенхауэр извиняться не стал. Он лишь пообещал, что больше таких полётов не будет. На этом, собственно, саммит и закончился. На прощание Хрущёв устроил пресс-конференцию, на которой буквально обрушился на США и лично на президента Эйзенхауэра. После какого-то особенного резкого выпада его против Эйзенхауэра и американского империализма, где-то в зале раздались крики «Бууу!», ну, крики неодобрения. Он как раз вот знаменитую свою тираду произнёс, что кто там букает, это недобитки фашистские. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так укнем, что больше не будешь укать. На саммите в Париже вместе с лидерами стран присутствовали и министры обороны. Поэтому в зале на пресс-конференции рядом с Хрущёвым сидел маршал Малиновский. Фигура маршала Малиновского, крупного мужчины, во всей своей блеске маршальской формы, придавала определённый смысл высказываниям Хрущёва насчёт того, кто кого букнет. В 12.30 по Гринвичу, примерно на траверсе норвежского города Буде, РБ-47 готовится к дозаправке от самолёта-танкера. Дозаправка длится 20 минут. РБ-47 принимает 25 тонн керосина. Теперь он может оставаться в воздухе ещё много часов. В 13.30 самолёт оставляет позади Норвегию и делает поворот за угол. Он летит над Баренцевым морем вдоль советских берегов. По инструкции, с этого момента он хранит полное молчание в эфире. Локаторы на наших станциях в районе Мурманска сразу его засекли. Пока он ещё далеко от территориальных вод СССР. Но по мере приближения к мысу Святой Нос, который расположен в горловине Белого моря, это расстояние сокращается, и отметка на экранах видна всё более отчётливо. Обычно в таких случаях наши войска ПВО поднимали дежурный истребитель, который наводился на эту цель и шёл с параллельным с ней курсом. Ну и в случае попытки, так сказать, проникнуть в наше воздушное пространство, он, естественно, должен был пресечь это. В тот день на военном аэродроме Килт-Ярв в Мурманской области боевое дежурство нёс лётчик-истребитель капитан Василий Поляков. Примерно в 17.00 по московскому времени на командном пункте прозвучало «Готовность номер один», и буквально следом капитану Полякову приказали вылететь на перехват цели. Я не стал одевать даже высотный костюм, и сразу впрыгнул в самолёт, технику уже запускал, и взлетел. На одевание высотного костюма уходит примерно от 6 до 8 минут. За это время РБ-47, движущийся со скоростью 900 км в час, пролетает более 100 км, и догнать его становится практически невозможно. В 17.57 по Гринвичу второй пилот РБ-47 Брюс Олмстед замечает в отдалении инверсионный след советского истребителя. Это МиГ-19 Полякова. Он идёт параллельным курсом примерно в 3 километрах от их самолёта. Олмстед говорит командиру, «Билл, у нас гости, смотри на 3 часа, выше!» Слышит в ответ, наблюдай за ним. Но Олмстед теряет из виду самолёт Полякова. Он решает, что тот ушёл на аэродром базирования. Американский пилот ошибался. После этого счёт идёт уже на секунды. Мне дали команду перезарядить оружие. Я подошёл к самолёту совсем близко. Ну, буквально я где-то в 50-30 метров встал сбоку у него и передал, что американский самолёт. Американские пилоты не слишком встревожились при появлении советского истребителя. Подобный эскорт был обычной практикой в то время. Я сказал, «Смотри, кто тут у нас?» В этом не было ничего необычного. Очень часто советские лётчики подлетали к нам, становились у крыла. Мы показывали им обложку журнала «Плейбой», отдавали честь, а затем просто расходились в разные стороны. Но в этот раз всё идёт по другому сценарию. Капитан Поляков подлетает очень близко и встаёт рядом с правым крылом РБ-47. Отсюда можно было рассмотреть всё, что происходит в кабине американского самолёта. Брюс Олмстед закричал, «Внимание, внимание! По правому борту!» и услышал в наушниках голос своего командира. Откуда появился здесь этот парень? Я увидел его прямо под нашим правым крылом на расстоянии 10 футов. Это всего 3 метра. Затем он отошёл назад. Он зашёл к нам в хвост, затем сверху, затем перед нами. Я стал давать команду по макиванию крыла на крыло, то есть внимание, и как бы отсекая ему путь вперёд, показываю, что следуй за мной. Он стал разворачиваться в другую сторону, то есть от границы. Я передал на землю, что не выполняет мои команды и уходит от границы. Рация Полякова молчала. Возможно, она сломалась. Такое случалось нередко. Но, вероятнее, другое. На командном пункте растерялись. Никто не хотел брать на себя ответственность. И тогда Василий Поляков принял решение сам. Он отвалил в сторону, зашёл нам в хвост и произвёл, по крайней мере, две очереди в двигателе номер 2 и 3. Я сделал маневр, дал одну очередь, ну, трассирующие пули, видно, как по самолёту попал. Мы потеряли управление, и всё было кончено. Я дал ещё вторую очередь, но они уже пошли мимо, потому что самолёт начал вращаться. Я стал сопровождать его, но там облака, он вошёл в облака, я не стал дальше. Существуют разные версии этой трагедии. Сейчас трудно говорить что-то определённое, тем более других свидетелей инцидента нет. Но главная причина — это, конечно, общая напряжённость отношений между США и СССР. И наш лётчик, и американский экипаж стали заложниками политической ситуации. Нервы у всех были на пределе. Прошла минута после атаки МИГа. Командир РБ-47 Виллард Паум даёт экипажу команду приготовиться. Фактически это начало процедуры катапультирования. Какое-то время пилоты пытаются выровнять машину. Им это не удаётся, и капитан Паум приказывает покинуть самолёт. Скорость, с которой при катапультировании лётчик вылетает из кабины, очень велика. Проходит менее 1,1 секунды, и он уже за пределами самолёта. Те, кому приходилось катапультироваться, рассказывают странные вещи. Время растягивается, словно резиновое. Приборная доска проплывает перед глазами, как в замедленной съёмке. Лётчик даже успевает увидеть и запомнить показания приборов. Хотя за такой микроскопический отрезок времени это кажется невозможным. Когда Брюс Олмстадт опускался на парашюте, он видел в воздухе ещё только два купола, кроме своего. Это были командир и штурман. Что случилось в отсеке, где находились вороны, осталось неизвестным. Возможно, не сработали катапульты. Возможно, они были повреждены выстрелами. Лейтенанты Гоуфорд, Филлипс и капитан Поза ушли на дно вместе с самолётом. Через несколько минут три раскрывшихся парашюта достигают поверхности воды. На этих кадрах из американского учебного фильма катапультирование выглядит просто. Но в реальных условиях ледяного Баренцева моря, где вода даже летом не более 4-5 градусов, всё по-другому. Уиллард Палм так и не смог забраться в спасательную лодку. И утонул. Его тело потом обнаружили и передали американской стороне. Штурману и второму пилоту повезло больше. Когда я ударился об воду, я погрузился с головой, а парашют остановил моё погружение. Я подтянул к себе резиновую лодку, отстегнул парашют и вскарабкался в лодку. При катапультировании Брюс Олмстед повредил спину. Он лежит в лодке и практически не двигается. Он видит вдалеке ещё одну лодку, пытается подгрести туда руками, но они сразу замерзают. И Олмстед отказывается от этой затеи. Находясь посреди холодного моря, он думает о своей жене Гейл, которая была на тот момент беременна. Его охватывает отчаяние. Идёт четвёртый час после инцидента. Лётчик достаёт пистолет, который находится в сумке аварийного запаса. Я зарядил пистолет. После четырёх часов пребывания в холодной воде, я открыл рот и вставил туда дуло пистолета. Я был уже готов снести себе голову. И тогда я подумал, «Боже, если через полчаса меня подберут, то моя жена Гейл будет очень-очень расстроена». И тогда я выбросил пистолет в воду. Прошло ещё два часа, прежде чем советский траулер Тобольск практически случайно обнаружил Олмстеда и Маккоуна. Было уже заполночь. Они провели в Баренцевом море шесть часов. Люди на этой рыбацкой шхуне были очень-очень добры к нам. Я думаю, потому, что они жили в этих холодных краях. И они знали, как ужасно находиться в этой холодной воде на протяжении шести часов. Они дали нам горячий чай с мёдом, и мы согрелись. На следующий день американцев уже доставляют в Москву и помещают сначала в Лефортово, а затем переводят во внутреннюю тюрьму Комитета госбезопасности. Начинается следствие. Допросы начались сразу. Причём первые допросы проводились на достаточно высоком уровне. Их допрашивал лично заместитель председателя КГБ генерал Ивашутин. Допросы были достаточно интенсивные. То есть в день иногда по два допроса проводилось. Продолжительностью от часа до шести, а иногда восьми часов. На первых допросах Омстед и МакКоун придерживаются легенды, которая была придумана на случай, если они окажутся на территории Советского Союза. По этой легенде полёт преследовал научные цели. Аппаратура предназначалась для исследования магнитных полей, а границу они нарушили непреднамеренно. Но через несколько дней они уже говорили то, что было на самом деле. Главный и единственный свидетель по делу американских лётчиков капитан Василий Поляков. Его вызывают в Москву. В своей военной части он уже написал рапорт с подробным объяснением, что произошло возле мыса Святой Нос. Теперь предстоял разбор полётов на самом верху. В протоколе допроса Полякова чётко он сообщает, что он принял решение самостоятельно и что связи с командным пунктом у него якобы на данный момент не было. Был уже прецедент Пауэрса, которого сбили, и поэтому это как-то развязывало ему руки. Согласитесь, что здесь он понимал, что лучше сбить, чем не сбить. Вариантов развития события два. Либо посадят, если придут к выводу, что он не имел права открывать огонь, либо наградят. Всё решил Хрущёв, который, когда ему доложили об инциденте, сказал, «Американцы сунулись к нашему святому носу, а получили по своему грешному». Любил Никита Сергеевич поиграть словами. 13 июля в Кремле капитану Полякову вручили орден боевого красного знамени, а его фотография украсила обложку журнала «Огонёк». Через две недели после полёта РБ-47 в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое инциденту в Баренцевом море. Представитель Соединённых Штатов Генри Лодж демонстрирует карту полёта. Русские утверждают, что американский самолёт РБ-47, который исчез 1 июля, летел над территорией СССР. Это утверждение не имеет смысла. Самолёт границу не пересекал. Дело в том, что самолёт не приближался ближе, чем на 30 миль границы. Советская версия инцидента совершенно другая. Он был сбит в 18 часов 0,3 минуты по московскому времени в воздушном пространстве Советского Союза, вблизи мыса Святой Нос. Ситуация осложняется ещё одним обстоятельством. Ширина горловины Белого моря между мысом Святой Нос и мысом Канин Нос примерно 100 километров. Это гораздо больше, чем положенные по нормам международного права 12-мильные нейтральные воды. Поэтому теоретически иностранный самолёт может туда залетать. Но это только теоретически. По декрету от 1918 года государственная граница проходит по прямой линии между двумя мысами. По декрету Ленина было объявлено всему миру о том, что это считается внутренними водами, а не нейтральными. Поэтому, может быть, они считают, вот это вот нейтральные воды, а на самом деле это внутренние воды Советского Союза. Кстати, вот этот декрет, он подшит в уголовное дело. С ним знакомили американцев. То есть давали понять, что существует такая юридическая база, определяющая наши территориальные воды. Но, в принципе, американцы не отрицали факт нарушения нашего воздушного пространства. Вот было ли это осознанно или нет, ответ, точный ответ на этот вопрос мог бы дать только командир корабля. Один из вопросов, который неоднократно задавался американским летчикам, это вопрос об инструктаже, который они получили накануне вылета. Ведь если у них был прямой приказ о вторжении в пределы СССР, это уже было бы преднамеренное действие. Инструктаж сначала был коллективный, то есть всего экипажа. И им якобы категорически запрещали нарушать воздушные пространства Советского Союза. Но потом, в заключении этого инструктажа, с Палмом инструкторы проводили отдельную беседу. О чем они говорили? Какие ему указания давали? Об этом мог бы рассказать только Палм, который, как известно, погиб. Наиболее беспристрастное свидетельство можно найти в материалах так называемого объективного контроля средств ПВО. По этим данным, РБ-47 в конечной точке своего маршрута, вместо того, чтобы развернуться на обратный курс, неожиданно сделал резкий поворот направо, в сторону Архангельска. В этом направлении находилась Гремиха, секретная советская база атомных подводных лодок. Никакой гарантии никто не мог дать, что на борту данного самолета находится именно разведаппаратура, а не атомная бомба. Потому что самолет-то шел, изменив курс, он шел прямой наводкой на Гремиху, на базу наших атомных подводных лодок. И поэтому вопрос о том, пресекать этот полет или не пресекать, он для летчика практически не стоял. 15 июля в один день с заседанием Совбеза ООН в Москве в Комитете госбезопасности происходят важные события. Капитана Полякова вызывают на очную ставку с американцами. Она проходит в кабинете начальника следственного отдела генерал-майора Чистякова. Один из вопросов, который Чистяков задает Олмстеду и МакКоуну, правильно ли поступил советский летчик. Они говорят, он выполнял свой приказ, мы выполняли свой приказ. И никакой обиды не может быть. Поляков был здесь, я тут, а Чистяков там. Чистяков спросил Полякова, у тебя были радиопереговоры с землей, когда ты сбивал самолет? И как я помню, Поляков сказал, нет, я поступил в соответствии с прямым распоряжением министра обороны, сбивать вторгшиеся самолеты. Затем Поляков вытащил сигарету. Холодная война между американским и советским летчиком продолжилась и на очной ставке. Простое прикуривание сигареты вдруг получает политический подтекст. Я закуриваю, летчик сразу раз и зажигалку. Я тогда тоже курил, и поэтому достал зажигалку и предложил ему огоньку. У меня спички были, я зажег спички. Он говорит, что он брезгует от меня, даже это сделать, прикурить от моей зажигалки. В августе в Москве проходит открытый судебный процесс над Гарри Пауэрсом. Пауэрс получает 10 лет. Правда, отсидит только полтора. В феврале 1962 года его обменяют на нашего разведчика Рудольфа Абеля. Возможно, кстати, суд над Пауэрсом и вынес на его приговор, кто определенное психологическое на них воздействие оказывал. Уже 10 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, это все-таки серьезный срок, и им это тоже грозило. Пауэрса обвинили в шпионаже и нарушении границы. Омстед и МакКоун могли проходить по тем же статьям. Тем не менее, условия содержания пилотов РБ-47 во внутренней тюрьме КГБ вполне сносные. Отношение к ним лояльное. Им выдают сигареты, книги на английском языке, но, конечно, с учетом советской идеологии. Брюс Омстед, будучи верующим человеком, попросил, чтобы ему принесли Библию. То ли не нашлось Библии на английском, то ли в атеистическом советском государстве. Это в принципе было невозможно, но Омстед ее не получил. Даже крестик у него отобрали. И тогда он сделал себе крест из подручных средств. В тюрьме я курил сигареты краснопресненские. Я отрывал у сигарет фильтр. Это были сигареты с фильтром. Брал спичку и втыкал ее в фильтр. Затем он вынимал из одеяла нитку, привязывал вторую спичку и получался крестик, который даже мог стоять. Однажды Омстед забыл его спрятать, и женщина, которая убирала в его камере, случайно заметила этот крест. Она посмотрела на меня и показала жестами. Я кивнул, и она внезапно улыбнулась мне. Омстеду и Маккоуну не позволяют общаться друг с другом, но разрешают переписку с родными. Уже в конце июля, через месяц после задержания, они получают первые письма из Соединенных Штатов. Из письма Джону Маккоуну от его отца. «Дорогой Джон, как ты знаешь, во время Второй мировой войны я работал на пороховом заводе, и каждую неделю мы отправляли целый поезд, нагруженный порохом для русских, наших союзников. В газетах писали, что Сталин сказал Рузвельту во время их встречи в Тегеране, «Без американской помощи Россия не смогла бы остановить Гитлера в Сталинграде. Американский народ любит русских, и мы хотим быть друзьями и жить в мире». К сожалению, быть друзьями и жить в мире получалось не очень хорошо. Осенью 1960 года отношения Советского Союза с Западом приближаются к точке кипения. В Нью-Йорке открывается знаменитая сессия ООН. 12 октября Хрущев выступает с исторической пламенной речью против империализма и стучит ботинком по трибуне. До сего дня идут споры, стучал он или нет. Единственное, что есть в хронике, это то, как он стучит кулаками по столу. Вместе с ним стучит вся советская делегация. Кстати, при этом Никита Сергеевич разбил свои наручные часы. На следующий день он возвращается в Москву. А еще через день в Баренцевом море траулер случайно поднял части погибшего РБ-47. Из докладной записки Хрущеву. «Совершенно секретно. Особой важности. Докладываю вам, что 14 октября сего года были подняты части самолета. Кроме того, поднят скелет человека в летном обмундировании с парашютом. При осмотре одежды обнаружены документы на имя летчика ВВС США Поза Евгения Эрнеста, председатель комитета госбезопасности Шелепин. Евгений, а на самом деле Юджин Поза, один из членов экипажа РБ-47. Он был командиром воронов, занимавшихся радиоразведкой. После процедуры опознания останки Юджина Поза захоронили. Сделано это было в торопях, и место захоронения затерялось. Когда холодная война закончилась, родственники предприняли несколько попыток разыскать могилу. Но безуспешно. 8 ноября 1960 года в США проходят президентские выборы. Претендентов двое. Демократ Джон Кеннеди и республиканец Ричард Никсон. С минимальным преимуществом Кеннеди побеждает. Существует версия, что победа Кеннеди сыграла ключевую роль в судьбе двух летчиков РБ-47. Ведь если бы победил Никсон, которого Хрущев, мягко говоря, недолюбливал, Омстад и МакКоун могли провести в тюрьме намного больше времени. Предполагать в политике дело неблагодарное, в принципе. Но могло бы дело повернуться иначе. То есть, короче говоря, не обязательно этих летчиков освободили бы столь сжатый, столь быстро. Потому что Никсон, конечно же, имел очень дурную репутацию у нас в стране. Он был известен как ярый антисоветчик и антикоммунист. После победы Кеннеди стало понятно, что освобождение американских летчиков вопрос времени. Причем не столь уж и отдаленного. Об этом можно было судить по еще более смягченному режиму содержания. В декабре им даже разрешают смотреть телевизор и слушать радио. Правда, сложно представить, какие программы. Да еще на русском языке они могли смотреть. 20 января 1961 года в Вашингтоне проходит инаугурация президента Кеннеди. Хрущев, который любил театральные эффекты, решил приурочить к этому событию освобождение американцев. Сделать президенту своеобразный подарок. Говорят, когда Кеннеди об этом услышал, он сказал, «Хорошо, что никто не знал об этом подарке раньше. Это был бы последний гвоздь в крышку гроба моей избирательной кампании». В ночь на 25 января происходит сцена, с которой начинался наш фильм. Председатель КГБ Шелепин заходит в камеры американских летчиков и сообщает об освобождении. После того, как их побрили и переодели в новые штатские костюмы, все собираются в кабинете Шелепина. Там был большой стол, покрытый зеленым сукном. За этим столом сидел Шелепин, и он сказал, «Как знак доброй воли по отношению к вашему новому президенту Кеннеди, мы хотим забыть о вашем преступлении и отпустить вас домой». «Домой вы отправитесь сегодня днем. У вас есть что сказать на прощание великодушному народу Советского Союза?» Я сказал, «Да, давайте не пропустим самолет». И все, кто был в комнате, засмеялись. Самая первая пресс-конференция Кеннеди перед журналистами в рамке президента. Первым пунктом идет сообщение об освобождении пилотов РБ-47. Я счастлив объявить, что капитан Брюс Фримин Олмстед и капитан Джон МакКоун, члены экипажа самолета РБ-47 ВВС США, которые с 1 июля 60-го года удерживались советскими властями, наконец отпущены правительством СССР, и теперь они уже на пути домой. Через два дня, 26 января, в Вашингтоне на базе Эндрюс, Омстеда и МакКоуна встречали их жены, Гейл и Констанция. Не пропустил это событие и президент Кеннеди. Их приветствовали как героев. После торжественной церемонии на летном поле летчики вместе с женами были приглашены в Белый дом. Там их принимали президент и первая леди. Президент сказал нам в частном порядке, мне и МакКоуну, мне нужна Ваша помощь. Я не хочу, чтобы Вы воспринимали близко к сердцу то, как с Вами обращались в СССР. По-видимому, в то время президент Кеннеди пытался заключить сделку с Хрущевым, чтобы снять напряжение в Юго-Восточной Азии. С моей точки зрения, когда президент смотрит тебе прямо в глаза и говорит, мне нужна Ваша помощь, то ты, не отводя глаз, отвечаешь, слушаюсь, сэр. Судьбы американских летчиков Брюса Олмстеда и Джона МакКоуна и советского летчика Василия Полякова сложились по-разному. У американцев вполне успешно, у Василия Полякова не очень. Общее было только одно. И наш летчик, и американцы попали на обложки самых массовых журналов своих стран. Каждый выполнял свой долг. Если он военный, он не может же оступиться и не выполнить приказ. Приказали, значит, выполняй. Ты дал клятву. Клятву. Это история. Это история. Я думаю, мы должны смотреть в будущее, смотреть вперед. В 1991 году, когда прекратил существование Советский Союз, открылось многое из того, что оставалось секретным долгие годы. Многое, но не все. Этот фильм рассказывает лишь об одном маленьком эпизоде холодной войны. По различным данным, в воздушных инцидентах у наших границ погибло и пропало без вести более 150 американцев. Количество русских летчиков, погибших в аналогичных разведывательных миссиях, до сих пор сохраняется в тайне. У американской комиссии по делам узников войны и пропавших без вести есть девиз. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Судьбы многих участников холодной войны и американцев, и русских еще неизвестны, что не дает нам возможности окончательно перевернуть эту страницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова